Очередь на получение собственной квартиры в сельском поселении Малыгина стала ровно в два раза меньше. 26 июля здесь прошла торжественная церемония вручения ключей. Дом на 20 квартир заполнили исключительно те, кто уже несколько лет стоял на очереди. Малоимущие, инвалиды, работники социальной сферы. Исполнить мечту помогла областная программа по строительству социального жилья. В ее рамках квартиры получили уже 1800 семей. На это потрачено более 2 миллиардов рублей. В этом году нам удалось несколько увеличить объем финансирования. Губернатор поддержал нас в этом вопросе. До 300 миллионов рублей. 182 семьи в этом году в Владимирской области получат социальные квартиры. До конца действия программы, а это 2020 год, планируется строительство жилья еще на 2 миллиарда рублей. Для муниципалитетов это шанс решить проблемы расселения. Как признается руководитель Ковровского района, без программы дом, где все 20 квартир отдали людям бесплатно, никогда бы не построили. Я, конечно, благодарен в первую очередь губернатору Савану Ирнарлову, потому что без ее помощи, без ее финансовой поддержки и вообще без этой программы мы бы, конечно, социальное жилье построить не смогли. Это однозначно. Потому что доля софинансирования всего лишь муниципалитета 5 процентов. Это минимальное, что вообще можно себе даже представить. Квартиры оценили как представители власти, так и сами новоселы. Просторные, со всеми необходимыми коммуникациями, с простой, но качественной отделкой. Эмоции пока переполняет, поэтому невозможно сейчас описать все это. Приятно, думали, что такого никогда не будет. Но на первый взгляд, вроде, все хорошо, все понравилось. Семье губских в очереди на квартиру стояло 6 лет. Все это время молодые люди снимали жилье. За год они уже вырастили двух вполне взрослых девочек. И вот теперь, наконец-то, переезжают в собственную квартиру. Вот мы в это не верили. Мы думали, вот все дают, а нам когда же дадут свое жилье, когда же мы получим эти ключики счастья от новой жизни. И вот это случилось. Нам сказали, мы все равно не верили. Мы думали, блин, ну, наверное, все-таки нам опять не дадут. И вот это случилось. Мы в своей квартире стоим с ключиками, мы счастливы. В следующем году в Ковровском районе планируют завершить строительство еще одного социального дома. Таким образом, в очереди на получение жилья в Малыгине останется всего несколько человек. Дмитрий Киричков, Стас Трегубов, Губерния 33.